Приходом холодов мы решили научиться с Андреем вязать и позвали для этого в гость. Ты умеешь? Сейчас проверим. Татьяну Волкову, этот человек, золотые руки, вот так можно сказать, умеет делать все и, по крайней мере, помогает всем нам утепляться. Татьяна, доброго утра. Доброе утро. Какая у нас огромная шерсть. Нитка мулине. Как сказала Наташа, огромная у нас нитка мулине, стопроцентная шерсть. Вы представляете, это просто можно вот так вот лежать, вот так вот ходить сегодня. Так может, мы не будем ничего вязать? Просто вот так обложимся, вот так вот. Просто, да, это... Это долго, мне кажется. Я немножко подслушала ваш эфир про спортсменов, как они согреваются. И знаете, что в книге рекордов Гиннесса есть такой рекорд, что марафонец, когда бежал в марафон, соответственно, он вязал шарф. Серьезно? Для чего? Уж не знаю, какая дистанция. Для того, чтобы в книгу рекордов Гиннесса попасть, я думаю, что главная цель была такая. Ну, дистанция 42 километра. Дистанция какая, да. Ну, марафон, если бы бежал. Марафон, да, да. 4 метра шарф. Вы представляете? Вот сейчас мы тоже практически пойдем на рекорд. Во-первых, потому что мы будем вязать впервые в жизни. А во-вторых, потому что мы будем вязать шарф на скорость. Потому что у нас через 4 минуты должен быть готовый шарф. Вот из этого, смотрите, у нас никаких заготовок. У нас же не просто шарф, да, у нас снуде будет. Нет, давайте сегодня шарф. Ну, шарф так шарф. Он, в любом случае, классический элемент в гардеробе всегда пригодится. Немножко Наташу сейчас поучу. Да, давайте. Вот, смотрите, я немножко помогу вам, а вы сейчас. А, для таких, мне так, ну, скажем так, не нужны спицы. Можно, конечно, огромные такие спицы, знаете, которые напоминают такую огромную трубу водопроводную. Косичка. И мы сейчас вот так вот делаем. Сейчас, Наташа, я вам покажу. Обучающий процесс. На самом деле, как-то... Мне так быстро получается, если честно. Мы проходили это вместе со словом грубой. Да, конечно, плохому танцору, да, мешает, возможно, что-то, а хорошие вязающицы не мешают ни ногти, ни кольца, ничего, да, ни шат. Смотрите, какая красота, мне уже очень нравится. Я бы и так в шапочке ходила. Ну, ты что, мы связали самый быстрый шарф. Так, Наташа, так, и сейчас рекорд. Мы идем на рекорд, потому что мы вяжем впервые, вот, Наташа, вот так вот, в каждую петельку. Нужно, как хвостик, да, свой? Каждую петельку-петельку. Каждую петельку-петельку, и пока Наташа под... Портит замечательный шедевер Татьяна. Ну, почему портит? Под чутким присмотром. Но теперь мы в другую сторону возвращаемся. Открою секрет, очень любят вязать мужчины. А вы знаете, кстати, что в Шотландии с ветра моряков вязали они сами. И у них был эксклюзивный узор мужчины, и по ним можно было, ну, определить клан, в общем, и вот как у клетка у юбок. И это в Шотландии исключительно мужская профессия. Вот теперь вот это. Да, более того, мужчины с восьмого класса у меня вяжут под моим руководством, потому что я проводила недавно мастер-класс в восьмом классе, и было очень много желающих мальчиков. Мальчики связали мамам снуды как раз. Так что, если увидите девушку в влуде, то знаете, скорее всего, это ее сын. А может быть и супруг, или просто молодой человек. Так, ну вот так, и Андрей Грибов. Я пока еще не занялся этим прибыльным бизнесом. Таня, расскажи, пожалуйста, а вот насколько тяжело достать именно вот эту шерсть? Материал сейчас. Она не колеса, кстати, да, 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 я вот заметила. Не так, как вот мы привыкли, да, что такие колючие носочки или там шапки, которые бабушка свяжет, и потом вот такая вот история происходит. А если водолаз, вот эти, которые... Что-то я тут навязала. Все правильно. А эту шерсть делают на московской фабрике по итальянским технологиям на оборудовании каком-то там суперсовременном, соответственно. Какой-то там... Кстати, ну, вы посмотрите, какая она воздушная и нежная. Она похожа на вату, если честно, только вот... Сахарная вата такая, да, в узком, да, исполняется. Ну, а тогда логичный вопрос. Ты сейчас просто сказала, похожа на вату. Я сам почувствую, очень-очень-очень легкая она такая. Она насколько согревать-то будет? Просто складывается ощущение того, что... Что-то... Ну, не самая она морозостойкая, скажем так. Ну, если стопроцентная шерсть, почему же она не морозостойкая? Ну, потому что Андрей привык, что надо, чтобы было плотно. И с стопроцентной синтетики, с добавлением синтетики, и еще немножечко синтетики, тогда, конечно же, она не будет греть. Не, он просто любит верблюжьи одеяла. Они, знаете, плотные, тонкие. Замотаются и идет. Нет? Ну, с полностью в одеяло я туда молнию пришил и хожу в одеяльник. Уленька, тут какая-то очень гигантская петля. Сколько нам еще примерно времени понадобится на то, чтобы довязать этот шар? Мне сказали, что у меня есть три минуты, поэтому рискнем. А с учетом того, что Наташа вяжет? Мне придется перевязать сейчас немножко. Мне придется распустить, да. Ну, соответственно, чем хорошо вязание, в отличие от шитья, что здесь очень легко делается все вот так вот. Вот так, мальчики в пятом классе распустили мой шарф, и после этого я сказала, что с пицком я больше не притрону. Наташа, попробуй какой-то антидепрессант, когда вот так вот тянешь, и все распускается. Вот попробуйте, да. Вот, прекрасно, да? Поэтому не только вязать, но и распускать. В общем, друзья, пока мы идем на наш местный рекордс связать шарф, как это, угнать за 60 секунд, как у нас связать шарф за 3 минуты, мы предлагаем вам посмотреть небольшой опрос, который мы сделали на улице города Красноярска, спросили, собственно, у горожан, как они согреваются, какие у них есть свои хитрости и методы. Так что, может, некоторые из них вы возьмете на заметку. Ну, а пока мы под чутким руководством Тани Волковой доделаем... Ну, похоже, не доделаем. Закатаем рукава и примем все за работу. Раз все расплели обратно. Смотрите внимательно. Итак, друзья, как и обещали, возвращаемся в нашу студию уже. Посмотрите, с каким гигантским... Я даже это шарфиком назвать не могу. Шарфище. Шарфище, которое... Да, даже достаточно, но поскольку мы с Татьяной идем на рекорд, точнее, Татьяна в нашей студии идет на рекорд, а я ее просто морально поддерживаю. Андрей нас подгоняет. Мы продолжим. Скажите, Татьяна, вот такая техника крупной вязки и вообще вот из такой шерсти, ну, интересной, что можно кроме шарфа связать? Для чего подходит еще такой материал? Именно вот эта толщина нити 5-7 сантиметров, она подходит для вязания гигантских пледов. Может быть, видели в европейских интерьерах... Да, это тренд, сейчас я бы сказала. Да, он уже, наверное, лет 5 держится. У нас, наверное, года 3 в Европе, чуть подольше. Потом можно вязать пальто, кардиганы крупной вязки, если нить чуть потоньше, ну, примерно в 2 раза. Кстати, вот пальто и шерсть зимой тоже, мне кажется, будет хорошо даже самые сильные морозы согревать и не пропускать снег. То есть вот шерсть хороша тем, что когда снег тает, пальто не мокну. Это абсолютно точно такой же полушубок и 100% шерсти, как если бы вы меховую шубку, да, использовали. А подклад какой-то, да, тоже делали? А подклад можно, да, конечно же, подкладочная ткань, чтобы он не... Ну, еще больше защитить от ветра, от продувания. Чуть потоньше нить это шапки тоже, которые такие, да, массивные вязки. Можно, конечно, из этой, но это будет, да, уже... Это надо очень высокого человека, да, 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 и мне кажется... Претендует, да, чтобы... Ну, в принципе, можем задать тренд, да, потому что, ну, все в наших руках. Мы сейчас, если выйдем всей студией в разноцветных вот таких вот попахах, то я думаю, что это будет модно. А вот просто сейчас Татьяна сказала, и полушубки, значит, можно из этого делать, и шарфики, и шапки. А как за этим ухаживать? Ну, как-то это особенно стирать, или стирать нельзя, или это только химчистки, или это одноразовая вещь, которую ты поносила, она загрязнилась? Во-первых, вот эта нить, она специальным образом обработана, она отталкивает от себя грязь. Девушки, которые любят светлые шубки, они знают, что это такое, что если белая норковая шуба, это не значит, что она марта. Да, и любой пуховик, на самом деле, белый. Да, специальная обработка, тем более натуральный материал, это как бы если бы барашек в естественных условиях, беленький гулял бы, и он бы не заморачивался, что я одноразовый, боже мой, не надо встроить на новую шубу. Одноразовый барашек. Рекомендована химчистка раз в год, если крупные изделия. Если это шапка, либо маленький снуд, можно стирать ручной режим. Теплые варечки, да? Да, точно так же, как любую шерстяную вещь, мы стираем ручной режим, без отжима, просто промокнуть полотенцем. И самое главное, разложить надо, я вот точно знаю, чтобы шарф не стал длиннее, если вы хотите, если вы этого не хотите, такие изделия, да, да. И пойти на рекорд, то вы можете его подвешить. Вокруг дома обмотать. Да, то он примет нужную форму. Вот, а вообще химчистка один раз в год. Но скажу, по собственному опыту, у нас есть плед, активно используется, плюс у меня еще очень шустрая маленькая собака йоркширский терьер, и абсолютно в хорошем виде сохраняется. Немножечко пилингуется, что называется, катышки у нас, да? Это любой естественный натуральный материал подвержен, этому делу. И в Европе это любят, и наоборот закатывает, чтобы их как можно больше. Можете посмотреть, кстати, фотосессии по каким-нибудь вот таким вот запросам на английском языке, фотосессии, у них прям вот такие катышки, они это любят. Это естественный процесс, который происходит с шерстью. А мы, соответственно, делаем вот так. Раз, и сюда заправили. Вот сюда заправили, и все опять принимает. Я знаю, что некоторые люди, если образовываются катушки на одежде, их бреют. Да, я такой человек, гигантской бритвой. Нет, обычные просто брульки. И там можно обычные, есть машинки для бритья. Главное, надо ровно разложить. Здесь просто катышки несколько отличаются от тех, о которых мы сейчас говорим, да? Если вот на каком-то шерстяном, например, пальто, да, в местах, где карманы или манжеты, там возникают эти катушки, то можно, конечно, таким способом? То есть здесь они прям крупные, их проще руками убрать. Да, да, и это, ну, это дополнительно, да, вот это вот тактильное. Татьяна, расскажите, вот вы же много вяжете. Какой у вас вот рекорд самого, не знаю, исполнения самого быстрого заказа? Например, пришлось вам связать какое-нибудь необычное платье и вот за супер короткий срок? Нужен купальник, завтра самолет называется. Ну, вот такой вот бывает, да, заказ. Но это очень-очень в редких случаях я такие беру для очень любимых заказчиц. Купальник вязаный? Купальник вязаный, да. Да, ты не знала? Нет, я знала. Не может быть с другой пляжи, ни из этой, ни из сибирский вариант купальника, хотя в принципе... Ну, хотя в таком появится маржевание. Здесь есть плюсы, он добавляет объема. Пушав. Это пушав. Везде Наташа ищет плюсы. Друзья, ну, как вы понимаете, все-таки, мне кажется, рекорд у нас удался за такой теплой беседой. Это раз, а во-вторых, ну, вы посмотрите, что за красота. На троих, действительно, на троих. Я даже не знаю, давайте, наверное, зайду к вам. Давайте я принемся, я хотела, да, сказать. Мы сейчас просто... Оп, это шарф дружбы. А есть ты рок-дружба, а у нас целый шарфик дорожбы. В общем, друзья, мы благодарим Татьяну Волкову, которая порадовала нас вот таким шарфиком. Ну, я так понимаю, он уедет на родину. И согрела нас замечательно своей беседой и мастерством. Таня, спасибо вам огромное. И желаем вам тоже исполнения интересных заказов и новых рекордов. И не мерзнуть, потому что... Мне кажется, Таня, это не грозит. Да, да, да. Тенденция хороша. Сейчас я могу марафон. Да, вот это тоже немножечко есть, потому что натуральный материал необходимо обязательно обрабатывать паром. То есть мы связали шарф. Сейчас я еду домой срочно. Беру либо паровую установку, либо утюг с паром обрабатываю, и этого ничего не пить. А, вот как здорово. Вот такой лайфхак. Вот, друзья, один из способов того, чтобы вам согреться. Вот такие прекрасные шарфы, снуды и все изделия вообще, в принципе, из вязи.